Будем жить. Победа за нами. Хотя, как я вчера говорил, я согласен на мир. Там по ту сторону такие люди, как и мы. Привет. Я планирую сегодня записать очень интересное видео. Ну, во-первых, там на болотах размышляют на тему, как же они ведут войну с Украиной. И, естественно, все идет по плану. Все как планировал Путин. Единственный момент, что теперь стоит вопрос немножечко по-другому. Стоит вопрос о личной безопасности кремлевского маньяка. Ну, и его подчиненные, они же Лизоблюды, с уверенностью в голосе говорят о том, что кто-кто, а Владимир Путин на этой войне не погибнет. В очередном интервью президенту Украины ему там задавали понятно, какие вопросы. Но на вопрос, если бы предоставилась возможность убить Путина, Украина воспользовалась бы таким шансом. На что Зеленский ответил. Это война, и Украина имеет все права защищать нашу землю. Ну, если вы помните, покушались словесно на Путина много раз из Украины, на самых разных уровнях. Мы прекрасно себе отдаем в этом отчет. И ничего у них не получится. Ничего у них не получится. У нас нет сомнений, что все цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты. Что-то подобное Дмитрий Песков говорил, в принципе, сразу после вторжения. После этого начала прилетать сначала по приграничным российским регионам. Далее удары расширялись. Удары были по Москве и будут по Москве. И эта зима будет интересна не только нам, но и Российской Федерации, как минимум в радиусе 1500 километров от государственной границы. И вообще, я вам скажу, что когда будут наноситься удары по Москве непосредственно ствольной артиллерии, то Песков из бункера тоже будет говорить о том, что спецоперация идет по плану. Значит, сегодняшнее видео, оно же, ну, не может быть не связано с началом Майдана. Ведь вторжения они обосновывают именно этим. Государственный переворот, государственный переворот, мы придем и убьем всех украинцев. А те, кто не хочет быть русскими, то те автоматически становятся нацистами. Вот эта вот тема Майдана, и когда он начался, и чего они хотят, она заиграла новыми красками. Потому что начали сдавать истинные цели Кремля. Не то, что это было тайно, но теперь они начали говорить об этом лично. Это вот свора, которая обслуживает российское военное вторжение. Майдан начался не в 2014 году. Предательство Горбачева и Ельцина, разорвавшую страну на части, положило череду громадных конфликтов. Это и Приднестровье, и Закавказье, в том числе Украина. И когда сегодня президент наш говорил про спасение Януковича, я всегда вспоминаю предательство Хонакера. Называется «Почувствуйте разницу». Это что-то новое в российской историографии. Вот они раз и перенесли начало Майдана на 1991 год. Да, в 2013-14 году люди по-разному относились к этому событию. Но по факту это событие, наше внутреннее дело, как нам тогда казалось, очень быстро превратилось, перешло в войну за независимость. И вот здесь и сейчас, какие цели декларируются российскими нацистами в день десятилетия начала революции гидности? Чем закончился Советский Союз, все мы хорошо знаем. Мы его восстановим. Мы восстанавливаем. А вот они пока что тебя только разрушают. К теме восстановления Советского Союза мы вернемся во второй части выпуска. Досмотрите это видео до конца. Но говорить об истории, даже то, что было на наших глазах и совсем недавно, а без привязки к сегодняшнему моменту, наверное, недальновидно. Потому что тут произошло очень любопытное событие, когда российские военнослужащие публично начали спорить с российским министром обороны. Перед тем, как мы перейдем к этой части, не забудьте подписаться на мой YouTube канал. Здесь мы называем вещи своими именами. Что говорит Тубинский ***, он же глава Миннападения РФ Сергей Шойгу. Все попытки ВСУ провести десантную операцию на Херсонском направлении не увенчались успехом. Благодаря упреждающим и профессиональным действиям наших военнослужащих в части морской пехоты. Тем временем, Институт изучения войны сообщает о том, что украинская армия продолжает операции на левом берегу Херсонской области. И продолжает продвигаться вглубь украинской государственной границы. И сейчас боевые действия ведутся уже за населенным пунктом Крынки. И это как-то сильно диссонирует с заявлением Тувинского дегенерата. И сразу возникает вопрос, откуда он это все берет. А все очень просто. Одни штабы передают вышестоящие штабы ситуацию, которая гипотетически должна порадовать Сергея Шойгу и Владимира Путина. Но реальность, реальность всегда чуть-чуть отличается от того, что транслируют в российском телевидении. Обстановка на Херсоне, Херсонском направлении. Короче, все печально. Вон там *** и вон там ***. А в середине славая яйцам еще нет никого. Куда командиры, что они там решают, гадают, узнают. Непонятно. В общем, короче, все командиры там делают. Душа нет. Что они там думают, что они там гадают, что они там решают. Но проблема в том, что... Как сказать так? Нам понадобится очная ставка российского морпеха, временно живого и его маршала. Соответственно, Шойгу. В свою очередь, российские военнослужащие мужественно действуют в самых сложных условиях боевой обстановки. И эффективно выполняют поставленные задачи. Смотришь на лица в этом зале, понимаешь, что российская военная верхушка переехала в бункер поглубже, поуже. Но главное углубиться максимально туда, под землю. Ведь раньше в этом зале он не проводил никакие мероприятия. У них там штаб обороны такой модный. Много импортных американских и южнокорейских экранов. В общем, сидят, на кнопки нажимают, щеки надувают, а теперь вот просто под землей. Ну, на всякий случай. Ведь если Путин теперь в зоне риска, то тувинский маршал, он вообще может быть пущен в любой момент в расход. Давайте вернемся к тому, что же происходит на левом берегу. Есть вот такие интересные события. Совсем недавно Сергей Лавров говорил, что российская культура, она вне политики. Но почему-то российский так называемый режиссер в прошлом, потому что она с... Полина Меньших, приехала на оккупированную территорию и решила выступить перед российскими солдатами. И очевидно, то, что вы видели на кадрах, это было ее последнее выступление. Почему? Потому что она уничтожена метким ударом пана Хаймарса. Он прилетел и забрал ее на концерт Кобзона, ну и как минимум еще 25 человек. И это прекрасный результат. Это как раз те морпехи, которых только что хвалил тувинский дегенерат. Здравия желаю. Рассказывайте, что, короче, на одного нашего три птицы... Это все очень печально, это все очень ху... Вчера просматривал видео с записью экрана... С... короче, источников, как 3-го числа в рынках на наши 13 человек положили. Смотреть очень страшно. Отрывает душу. Это не стыд нахуй. Идите просто, блядь, злой на эту армию. Это не русская армия, это российская, российская, а не русская. Че ж они так матерятся, эти российские военнослужащие? Как же этот? Как же русская культура? Как же Толстой, Пушкин и Достоевский? Такое впечатление, что в армию российскую берут исключительно... И я, когда вот слышу вот эти вот причитания, мол, это не русская, а российская армия, задаюсь только одним вопросом. Вот этот вот молодой парень, как громко он будет кричать фразу «Ахмад, сила». Ну и он молоденький, в принципе, как блядь. С большой вероятностью люди после барбершопа с удовольствием пропульпируют его в некоторых местах. Такой он наивный. Еще в родину верит. Или уже нет. Русская армия была во Вторую мировую... Что с *** происходит? Непонятно. Должна меняется со скоростью звука. Не успевать. Вот засыпаешь одним человеком, просыпаешься за другим, ты думаешь, что происходит? Малыш, не жалуйся, потому что с большой вероятностью в обозримом будущем ты проснешься с бородатым дядькой. Не расстраивайся, борода будет в идеальном состоянии. Это же тикток войска Рамзана Кадырова. С другой стороны, в зоне боевых действий, где находится, судя по всему, этот парень, нет. Там кадыровцев нет. Но кто сказал, что они не ждут его вот там вот, чуть-чуть дальше от Днепра, ближе к российской границе, за Березой? Придет этот парень и скажет «Добрый вечер». Все по максимально ему происходит. Мне понятно. Все очень гибло. Пока что никаких изменений, таких вот от командования не произошло. То, что мы морпехи, не сильно так и чувствуется. Как получать, так и получаем только еще больше. Так, куда мне, мне прямо. Не хочется ерничать. Я прекрасно понимаю цену боев такой интенсивности. И у нас тоже есть потери. Я никогда это не забываю. Прекрасно это все понимаю. Ну вот если вот эту тему продолжать, то да. Украинская армия выписывает вот то, что было сказано только что российским захватчикам. А воины Рамзана, нет. Они предоставят что-то другое. Волшебную палочку. Что очень важно. В этой очной ставке российского морпеха и его министра обороны выяснилось, что российский солдат значительно умнее тувинского маршала. Будем ждать. Победа за нами. Хотя, как я вчера говорил, я согласен. Там по ту сторону такие люди, как и мы. Сильно поумнел. Возможно, поэтому он до сих пор живой. Но если он будет находиться и далее на территории Украины, его просто убьют. Почему? Потому что он российский оккупант. И можно сколько угодно говорить на тему. Такие же люди, как здесь, как там. Это группа товарищей. Их сейчас несколько сотен тысяч на украинской земле. То есть, что они сделали? Российский свинка триколор перешел с оружием в руках нашу границу. И они в полном объеме подлежат уничтожению. Я думаю, что это аксиома. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. А теперь мы перейдем к важному аспекту. Значит, в годовщину Майдана из ада достали товарища Новороса. Черта с два. Украина такая, потому что часть общества сделала такой выбор. На болотах по поводу годовщины Майдана стоит вой. Они нам рассказывают, что в связи с Майданом мы потеряли территорию. Много чего мы потеряли. Так вот, мы территорию не потеряли. Потому что потерять можно что-то. Ты идешь, и оно у тебя выпало из кармана. Это российское полномасштабное вторжение. И эта территория захвачена временно огнем и мечом. Ну, как вы видели, вот этого парня молодого до встречи с кадыровцами. Он, в принципе, уже готов. Ну, я имею в виду на ничью. Так вот, а что говорит Царев? Это же важные моменты. Это как раз говорит о том, что они готовили нападение. И сейчас свидетельство о том, что вторжение, вот эти вот все истории, типа ДНРы, ЛНРы, это все отрабатывалось в течение многих-многих лет. До 2014 года российскими спецслужбами. И тут только хочется сказать одно. Где наши были? СБУ, АЛО, СБУ и все остальные ведомства. Тут вопросов много. Но, может быть, мы не все выводы сделали. Но очень много. И теперь и СБУ, и ГУР, и ЗСУ, и полиция, и вообще украинский народ прекрасно знает, что видишь российского солдата в прицел, стреляй. Стреляй. Даже если тебе за это не дадут орден, ты защитишь свою страну. Вот сейчас, глядя, что все получается, все прошло по самому плохому варианту, какой только может быть. Ко мне достаточно часто звонят иностранные журналисты и начинают свой разговор со слов «Россия проявила агрессию и напала на Украину». Говорю, да что вы такое говорите. Украина, Россия пытается остановить войну, которая 10 лет тому назад началась. Сделать так, чтобы люди перестали гибнуть. Вы 10 лет не замечаете то, что происходит в Донецке. Это собачья песня на российских пропагандистов на тему «8 лет бомбили Бомбас». Боевые действия были развязаны Российской Федерацией на Донбассе в 2014 году. И посредством Минских соглашений они почему-то хотели присоединить Украину к оккупированной части Донбасса. Чтобы у нас тут были правила, как в оккупированном Донецке и Луганске. И все жертвы в Донецке и Луганске – это провоцировано исключительно российскими военнослужащими и спецслужбами. После захвата Донецка что они сделали? Они там вывесили российский флаг и потом рассказывали нам о том, что у нас гражданская война. Так вот, насчет этих товарищей, которые хотели завершить войну. Тут же есть вот такие вот мнения. От похрестницы, от крестной Путина. Ответьте мне на вопрос. Геноцид русских людей на Донбассе был? В таком смысле, в котором у нас пытаются это преподать, нет, конечно. Геноцид – это убийство миллиона людей на основаниях этнической неприязни. Там была другая история. Действительно, Украина вымарывает русское имя, русскую культуру, русское самосознание. Они вываривают ее постепенно. И это началось не в 2022-2023 году. Это история давняя. Она делает это последовательно. То есть это геноцид русского самосознания. Он, безусловно, имеет место. Ну вот смотрите, я вам приведу официальную статистику. Мы можем только ею пользоваться, чтобы это не считалось фейками об армии. Это официальная статистика ДНР по погибшим. За 2021 год в ДНР погибло 77 человек. 70 военнослужащих и 7 мирных жителей. 7. Вот официально, опять же повторю, данные омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой. За 2022 год в регионе погибло 1091 мирный житель. Это в 156 раз больше. Ну и чего? И зачем такой русский мир? Забавно, что Прилепин, который восстал из ада, не знаю надолго ли, говорит о том, что вторжение полномасштабное в Украину это капкан, это ловушка. Они согласились с Ксенией Собчак? Да, еще та изда, которая рассказывает о том, что украинская и российская пропаганда, правда где-то посередине, нужно просто прекратить стрелять. Слушайте, все же очень просто. Российский оккупационный сапог есть на территории Украины, а украинского нет на территории России. Ну кто тут Гитлер, а? Пишите ваше мнение в комментариях. Конечно, сердце кровью обливается, просто болит душа за то, что происходит с Украиной. Погибают люди, погибают люди украинские, погибают люди русские. Я вижу, что растет ожесточение в российском обществе. Я очень часто, у меня свой телеграм-канал, я обращаюсь к своим подписчикам и говорю о том, что, послушайте, те, кто начали эту войну, развязали. Они всегда делили Россию отдельно, Украину отдельно. А Владимир Путин, президент Российской Федерации, всегда говорил, это братские народы, это один народ. Он не разделял, он правильно делает. Если говорить о том, что я понимаю, что идет война и погибают люди, солдаты наши погибают. Но если считать весь украинский народ врагами, тогда зачем СВО? Мы освобождаем нашу землю, мы освобождаем наших людей. И тут нужно, конечно же, зафиксировать, как они это делают, как они освобождают эту землю. Опять же, современный мир, война в прямом эфире, показания даны абсолютно четко и прямолинейно. От людей, которых Путин, еще раз, Путин отправил в 2014 году. В 2014 году была ситуация, Новосветловка, взяли х***, у него на руке было написано «Слава Украине» татуировка. Ему отрубили руку, ну люди захотели татуировку, короче, в баночку замариновать. И катали его на танки. Я им говорю, что, господа, вы, короче, или его в госпиталь везите, или добивайте. Ну, пленный не мой, мне-то еще лезть. Они его отвезли в госпиталь. Где-то ноябрь месяц, украинское телевидение. Этот х*** без руки, говорит, я с Сепарой хоть с пистолета стрелять буду. Мы же находимся на вновь освобожденных территориях, и не зазорно х*** на позиции стиральную машинку у местного населения. Они сами с радостью говорят, унитазы, стиральные машинки, все, забирайте, на позиции тащите. Ну, то есть, у меня есть холодильник, стиральная машинка, и унитаз у меня там есть. Естественно, я это не покупал. Унитаз и стиральная машинка на позициях. Трофейная, да, можно делать все, что угодно. Путин за это может даже выписать орден. А цель, она одна и простая. Это империя. Российская империя. Как бы она ни называлась. Ну, сейчас, конечно же, нужно добавить слово фашистская. И об этом говорит этот Новорост. Будут войны. Мы из этой войны выйдем сильными. И нам надо стать сильными. Мы будем сильными и на войне. Нам надо построить суверенную экономику, которая, ну, чтобы, знаете, как, чтобы жить в России, быть русским. Это было не только почетно, но и завидно соседям. Вот тогда мы снова восстановим нашу великую империю во всех границах и, возможно, даже без войны. Эти, к***, эту фразу постоянно повторяют, что мы станем сильнее. Тут просто хочется сказать, ребят, вы знаете, это откроет тайну, да. Можно менять свою страну без войны. И если бы вы были нормальными людьми, гляди, гляди, к вам соседи бы сами потянулись. Но происходит абсолютно обратный процесс. Все бегут от фашистской России в разные стороны. Мы, понятно, хотим вступить в НАТО и в ЕС. Казахстан ищет другие союзы. Армения ищет другие союзы. Это СНГ, так называемая, скукоживается каждый день. И кто виноват в этом? Но в первую очередь фашистская Россия. Они тут вспоминали и про Януковича, и про других деятелей того времени. Так вот хочется всем напомнить, что тогда так называемое пророссийское правительство Януковича так душили ценами на газ, которые почему-то были самыми высокими в Европе. Кто подписывал этот контракт, вы знаете, Юлия Тимошенко. Но дело даже не в этом. Дело в том, что они создавали предпосылки для того, чтобы ослабить украинское государство и напасть. А Майдан это повод. Это нужно просто понимать. Ну и дальше строить свою жизнь таким образом, чтобы никому никогда не казалось, что мы слабые. Смерть российским оккупантам. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Украина была, е и буде. Слава ЗСУ. До побачення. 19 ноября в России был День артиллерии. И, конечно, многие солдаты праздновали это, несмотря на то, что идет война, и несмотря на то, что в условиях войны празднование это вообще не лучшая идея. А уж широкое празднование с приглашением артистов на линии фронта, точнее недалеко от линии фронта, то есть в зоне поражения врага, это вообще идея отвратительная. По крайней мере на бумаге. В реальности она не просто отвратительная, а буквально убивающая. Ровно это и произошло 19 ноября в Донецкой области, где, собственно, в одном из ДК собрались российские солдаты, чтобы посмотреть представление. К ним приехала певица и начала, значит, им петь. В итоге, в это место, где собрались российские солдаты, естественно, прилетели ракеты «Хаймарса». Ну, джималересы из «Хаймарса». Почему? Потому что это находится недалеко от линии фронта. Ну, как недалеко, относительно недалеко, конечно, но в любом случае в зоне поражения этих самок джималерес. На моей памяти это ни первый, ни второй случай, когда по большому количеству российских солдат прилетают джималересы. Российские генералы очень любят выставлять, например, на тренировку в поле или просто выстроиться какой-нибудь колонной для того, чтобы подождать генерала, который скажет напутствующие слова. Это излюбленная вещь, которая есть в российской армии, и она не меняется. Ну, то есть, этому явлению уже несколько лет, ну, как несколько, да, пара лет, если хотите, да, потому что война идет почти два года, и оно никаким образом не меняется. До чего там? На самом деле, совсем недавно в Херсонской области также были нанесены удары по российской колонне, которая просто стояла. Там, правда, история более мутная. Поговаривают, что этот Теплинский придумал такой хитрый ход для того, чтобы ввести в заблуждение украинские войска. Ввелись в заблуждение или нет украинские войска, я не знаю, но то, что по российской колонне прилетело неслабо и погибло 76 российских военных, есть видеозапись этого эпизода, это уже широко известно. И обсуждалось, правда, не так широко, а скорее узким кругом. В чем причина? Почему на самом деле Россия продолжает раз за разом делать одно и то же? Почему российские солдаты очень любят кучковаться и собираться в места, где по ним достаточно легко ударить, убив сразу большое их количество? Ну, как в Макеевке на Новый год или еще в нескольких эпизодах, которые существовали. Почему украинцы тоже иногда так делают и в чем разница в реакции между украинским командованием и российским? И почему украинцы повторять эту ошибку будут с меньшей вероятностью, чем российские войска, которые делают это уже далеко не первый раз? Ну и что пишут Z-каналы? Кого они винят в произошедшем? И как они относятся вообще к управлению лампасов так называемых? Именно так они называют официально военное начальство, постоянно обвиняя их в том, что они замалчивают, скрывают и искажают реальность. Об этом всем мы с вами сегодня и поговорим. Вы на канале Майкла Наки, если нет, то переходите, вбивайте в ютубе Майкл Наки, подписывайтесь на него, это позволяет продвигать видео, и поддерживайте канал на патреоне, ссылка в описании. Надо сказать, что у Z-каналов сильно бомбануло, давно они так синхронно не выли, поэтому смотрите до конца, чтобы получить в том числе и эстетическое удовольствие. Начнем с того, что вообще узнали мы об этом изначально, ни из российских телеграм-каналов, ни от министра обороны Шойгу, ни из официальных источников Министерства обороны России. Как и всегда, собственно, раскрытие этой тайны было со стороны украинцев. Это уже первое большое отличие, потому что на самом деле, естественно, мы сегодня будем сравнивать много с тем, что происходило со 128-й бригадой украинской, которая тоже в день артиллерии, правда в украинский день артиллерии, выстроилась для награждения, и по ним прилетела российская ракета. Если тогда мы узнали об этом эпизоде со стороны украинской, именно украинские солдаты возмущались тому, что это произошло, то здесь мы узнали от украинских солдат, от Мадяра. Это такой небезызвестный украинский военный, который ведет свой телеграм-канал. Именно он 21-го числа вчера сообщил подробности о произошедшем, до того, как это написал хоть кто-либо из каналов российских, которые наверняка были в курсе произошедшего, но молчали, как молчало и Министерство обороны. Мадяр в своем посте отмечает, что погибли 25 российских военнослужащих, ранены больше сотни, среди них есть и офицеры. Насколько достоверна эта информация, сказать сложно, особенно учитывая, что он называет 810-ю бригаду как ту бригаду, которая пострадала от этого удара. Это вызывает некоторые вопросы, потому что по тому, что было известно из открытых данных, вроде 810-я бригада должна находиться не в Донецкой области, а должна находиться в Херсонской области. Тем не менее, российские бригады и отдельные части довольно часто перемещаются, перемешиваются и об этом тоже часто Z-каналы пишут. Ну и в конце концов, опять же, Мадяр там не находился, и его информация может быть несколько отличающаяся от того, какая именно бригада там была. Поэтому пока ждем некрологов, чтобы узнать точное количество погибших. Однако доподлинно известно, что российские солдаты при этом ударе пострадали, погибли, и что они там, в принципе, были. Откуда это известно? От видео, которые появились. В момент выступления вот этой вот самой певицы, которая тоже погибла в результате этого удара, собственно, видно, что в зале сидят военные. То, что в зале сидят военные, тут же делает этот объект военным объектом и легитимной военной целью. Поэтому Z-каналы даже не пытаются заламывать руки и говорить, ах, вот убили певицу с... Нет, в основном они винят, конечно, российское руководство. Правда, винят неконкретно. Уже давно в Z-каналах не обвиняют Путина, Шойгу, Герасимова. Последний, кто так ярко делал, это был Пригожин, который поплатился за это своей жизнью. Кстати, может быть, о Пригожине мы с вами тоже на этой недельке поговорим, потому что появилась довольно интересная публикация с тем, что он собирался сделать вместе с Суровикиным, как он планировал фактически обманом прорваться в Госдуму и что он там хотел сделать. Если вам интересна эта тема, напишите в комментариях. Если будет запрос, то сделаем небольшую серию воспоминаний с любимой заставкой. Тем не менее, вернемся к произошедшей здесь ситуации. Военные были на объекте. Это была легитимная военная цель. По ней прилетели Джималые РСы. Опять же, неизвестно сколько. Судя по всему, минимум два, максимум пять. И в итоге есть потери среди российских военных. Опять же, российские Z-военкоры кто-то называет тоже цифров 25. Кто-то говорит про семь погибших, в общем, считая певицу. Ну, то есть там солдатов, соответственно, человек пять. Потому что рядом с певицей тоже кто-то находился, наверное, ну, тоже артист. И, наверное, он тоже погиб. Поэтому сказать точно, сколько именно погибших невозможно. Сколько пострадавших тоже невозможно. Будем следить за некрологами. Они в таких ситуациях появляются со скрипом. Мы это видели на примере Макеевки. И пытаются писать выдуманные, что называется, какие-то места. То есть не то место, где погиб человек. Тем не менее, я думаю, что в том или ином виде эти некрологи все-таки появятся, утекут. Или, как минимум, родственники в соцсетях сообщат какую-нибудь информацию, которую не должны потом в ппхах ее удалять. Но это все равно в сети останется. Собственно, в Z-каналах стоит небывалый вой. Как раз на тему того, что вообще-то за два года войны можно уже научиться не допускать таких оплошностей. Винят, как ни странно, не кровавую украинскую ***, как ее обычно в этих каналах называют. А винят, собственно, непосредственно руководители. Как я уже сказал, не говоря ни про кого конкретно. Потому что всех Z-блогеров и Z-канала запугали. Даже тех, которые были маленькие, но росли на теме того, что говорили, как действительно все обстоит, их тоже уже приручили. Там тоже редко встретишь какой-нибудь адекватный анализ, который бы отражал реальность. Итак, давайте посмотрим и ознакомимся с этим замечательным воином. Один из каналов, который это прокомментировал, это операция Z-военкора русской весны. Довольно большой канал, больше миллиона подписчиков. Он делится деталями того, что произошло по его информации. Русская артистка Полина Меньших трагически погибла во время выступления в ДНР. Режиссер, хореограф и актриса погибла во время обстрела поселка Кумачево в ДНР, куда она приехала, чтобы выступить перед нашими военными в честь празднования Дня ракетных войск и артиллерии. ВСУ ударили пяти ракетами «Хаймерс», поразив школу и дом культуры, сообщил глава района. Доброволец Платон Мамотов ранее сообщил, что ВСУ убили американское РЗО по гримерке, по сцене и по машине волонтеров. Еще один удар они нанесли по людям, которые разгребали завалы и оказывают раненым первую помощь. Ну да, знаете, когда собираются солдаты, ну скопление солдат в одном месте, так и хочется скорее по машине волонтеров или чего-нибудь такое, не по солдатам же бить, правда? Очень реалистично. В сети пишут, что погибло семь человек, включая Полину и еще нескольких мирных жителей. С огромной болью сообщаем, что Полина Меньших, известная как постановщик одной из версий последнего испытания, погибла вчера на выступлении в Донбассе в результате обстрела, написал Театр Студия Портал. Ну, собственно, этот канал, он, видите, не особо готов рассказывать все как есть, не особо готов оценивать реально произошедшее. Почему? Потому что раньше они, например, вообще смеялись над этим обстрелом. То есть, когда пост Мадяра только появился, они написали, что «Ой, смотрите, это фейк, мы вообще спросили у 810-й бригады, они рассмеялись» и прочее, и прочее. Правда? Уже меньше, чем через полдня им пришлось публиковать вот это сообщение, что все-таки какие-то погибшие есть. Ну, может быть, через пару дней опубликуют, что на самом деле погибли солдаты и в большом количестве. Другие затканалы гораздо более откровенны с точки зрения того, что произошло и кто в этом виноват. Например, с записки ветерана оценивают ситуацию следующим образом. Старобешева в одном из ДК решили отпраздновать День арселерии. Приехала артистка из Москвы с концертной программой, собрали кого смогли, все как всегда. Из-за того, что Старобешева считается глубоким тылом, пренебрегли мерами безопасности. В итоге артистка погибла вместе с несколькими военными в результате удара Хаймарс. Учитывая, что Старобешева относится к так называемым новым территориям, для меня они все старые, пишет записки ветерана, на них не распространяется моратория на применение иностранных вооружений. То есть поставщики, в данном случае США, не против применения РЗО Хаймарс по целям на всей территории ДНР, ЛНР, Крыма, Запорожской, Херсонской областей. С подключением. А значит, вероятность, что на ваше мероприятие может что-то прилететь, всегда присутствует. Поэтому подобные мероприятия в зоне поражения вражеских вооружений лучше не проводить. Или проводить со всеми правилами конспирации. Но лучше не проводить. Например, в 20-й армии есть запрет на проведение подобных мероприятий. И это правильно, пишет записки ветерана. Знаете, на что я хочу обратить здесь ваше внимание? Почему в целом система, которая используется в российской армии, плохо жизнеспособна? Да, российская армия еще не побежала, ну как она бежала один раз в Харьковской области. Но, в общем, не развалилась еще окончательно. За счет чего? За счет большого запаса прочности, который обоснован непринимаемыми решениями. Не, собственно, тем, как успешно она воюет и великолепно. А тем, как на самом деле у нее много там всего. Ну, то есть там артиллерии, как у нее много самолетов и всего прочего. Но, с точки зрения и морального духа, и действий офицеров, это абсолютно гиблая армия. И, собственно, каждый раз это бывает снаружи. Конкретно в этом случае, почему я об этом говорю? Потому что как такое решается в нормальных армиях? Происходит ситуация, часто бывают ошибки. Ну, у любой армии бывают ошибки. Даже у самой подготовленной, даже где одни профессионалы, даже которая всю жизнь готовилась к чему-то конкретному. Но, когда происходит ошибка, ее берет на контроль высшее начальство. И распространяет по всем остальным частям и армиям, что вот так делать ни в коем случае нельзя. Прямой запрет. Здесь же записка ветерана приоткрывает нам завесу тайны. Говорит, что в 20-й армии есть запрет на проведение подобных мероприятий. О чем это нам говорит? Что это не повсеместный запрет. Что он не во всей российской армии, а в отдельных там общевойсковых соединениях или подразделениях. Почему это происходит? Потому что российская армия никогда не признает свои ошибки. Если посмотреть на сводки Коношенкова и Шойгу, то российская армия всегда идет вперед, никогда не отступает и не несет никаких потерь вообще. Ну, не говоря уже про какую-то обилие фантазий на тему количества уничтожения техники, украинских солдат и прочее. Моя любимая это операция «Возмездие». Помните такую? Я про нее видео делал. Ой, я обожаю эту операцию. Значит, что в ней было? Российская армия в ответ на Макеевку, как раз, да, когда российских солдат разместили в ПТУ, в общаге ПТУ, и никак не замаскировали, ничем не прикрыли, близко к линии фронта, ну, естественно, в Новый год туда прилетели Джимал РС и Схаймерсов и расхищали всех этих российских мобилизованных. В общем, там были гигантские потери, больше ста человек, самая большая единоразовая потеря на этой войне российская, причем российская еще страна это пыталась долго скрывать, количество и масштаб потерь, ну, неважно, там все как обычно. Но в чем суть? После того, как такое происходит, должно выйти командование и дать распоряжение вообще. Во-первых, взять на контроль, это сказать, мы разберемся, что произошло. Во-вторых, найти виновных, тех генералов, которые разместили, собственно, мобилизованных именно там, наказать их. И четвертое, донести до всех, что так делать нельзя. Из всего этого было сделано лишь первое. Министерство обороны действительно признало, что такой удар имел место, потому что тема была слишком громкая. Это и так нонсенс было для российского Министерства обороны, потому что они почти никогда никакие удары не признают. Все остальные случаи, связанные с прилетами, например, ЖМЛРСов по скоплению российских войск или техники, никак не комментировали с Министерством обороны и не заявляли. Здесь же заявлялись. Но знаете, кто был виноват в итоге в прилете по Макеевке? Не поверите, виноватыми назначили самих мобилизованных. Сказали, что-то мобилизованные много телефонами пользовались, поэтому по ним ракеты прилетели. Извиняйте, никакой генерал не виноват, кто их размещал, не виноват. Пренебрег мерами безопасности, тоже никто не виноват. Технику поставил прямо рядом с расположением, чтобы видно было и со спутника, и со дрона, что если есть здание, рядом стоит техника, значит внутри, скорее всего, военные. Надо тоже понимать, как работает разведка. Нет такого, что кто-то, я не знаю, жучок ставит или что-то такое. Хотя есть и те, кто сливают данные. Тем не менее, если у вас есть здание, незащищенное, незамаскированное, рядом с ним стоит военная техника, что это? Это приоритетная цель. Туда надо в первую очередь, что украинцы и делают. И в итоге не было наказания, разбора полетов и реальных поисков виноватых. Ну, то есть, тех генералов, офицеров, которые отдали приказ таким образом размещаться. Соответственно, эти ошибки в дальнейшем повторялись. Ну, то есть, не было там запрета на такое размещение или на то, чтобы проводить какие-то учения в зоне поражения джималересами. Ничего этого не было. Поэтому к этому каждое подразделение, каждая бригада должна приходить опытным путем самостоятельно. Это я и называю проблема офицерского состава и командования в армии. То есть, если вы не можете делать выводы из своих ошибок, а лучше из чужих, то значит, вы будете неэффективны и повторять эти ошибки будете раз за разом. Это хорошо и здорово, и я не стесняюсь об этом рассказывать, несмотря на то, что вы часто пишете, Майкл, зачем же вы подсказываете российской армии? Смотрите, российской армии невозможно ничего подсказать, потому что российская армия все это все прекрасно знает, причем на уровне отдельных офицеров тоже. Они тоже знают, как надо и как не надо. Просто система выстроена так, что приносить плохие новости нельзя, что это твоему карьерному самоубийству, поэтому этого никто не делает. Мы с вами приходили к этому и логическим путем, но, скажем так, за время войны я бросся некоторым количеством источников, которые мне эту картину полностью подтверждают. Причем, честно говоря, ну, если верить этим источникам, картина выглядит еще более гротескно и убого и воодушевляюще для тех, кто поддерживает Украину, нежели мы даже могли представить. Ну, то есть, там не просто на уровне доклада там какому-нибудь Герасиму все, так сказать, ретушируется, а вот на всех ступеньках, прямо на всех, с самого низа, это потрясающе. Это очень хорошо, это делает армию гораздо менее боеспособной. В любом случае, не переживайте, подсказки в кавычках ни на что не повлияют. Это не влияют и подсказки этих самых Z-каналов, потому что они тоже не являются официальным источником информации. Их не читают офицеры, их не читают генералы, поэтому мы в течение этих двух лет продолжаем раз за разом видеть одно и то же. Вот что пишет, например, старшая Эда. У кого хватило ума делать концерт в клубе в радиусе работы Хаймерса, я не понимаю. Погибли бойцы и девушка, актриса Полина Меньших. Солдат хотя бы готов к тому, что может погибнуть, что в любом случае не отрицает факты идиотизма с концертом. Полину очень жаль, как всегда, жаль невинных женщин, детей и стариков. Доржались над украинцами из 128-й бригады, устроивших награждение в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Это пишет старшая Эда и вот это момент, когда нужно обсудить и 128-й бригаду. Если вам кажется, что только в российской армии есть идиотики, это не так. Идиотики есть в любой армии мира. К сожалению, в украинской тоже. К сожалению, и там есть командиры, которые могут принимать решения, совершенно никаким образом не совместимые с жизнью. С жизнью солдат в том числе. История со 128-й бригадой заключалась в следующем. На украинский день артиллерии построили солдат для того, чтобы их наградить и поощрить. Построили это, опять же, недалеко от линии фронта, от линии боевого соприкосновения ЛБС. Мало того, еще и человек, который всех их попросил построиться и должен был их награждать, сильно опоздал. И они стояли вот в таком построении долгое время. И, конечно, в них прилетела российская ракета. К сожалению, были погибшие несколько десятков, там 20 с чем-то человек погибли. Многие получили ранения. И это чудовищная катастрофа. Но что происходило дальше? И вот здесь уже яркий пример того, как работает правильное извлечение уроков из своих ошибок. По крайней мере, есть на это надежда. На следующий день после... Во-первых, об этом сообщил украинский солдат. Рассказал об этом. Никто его за это в яму не отправил, не посадил, не расстрелял, не угрожал. Он об этом публично сообщил. Узнали мы это не от российской стороны, а от украинской. Дальше, казалось бы, ну сообщил и сообщил, сколько российских солдатов там записывает видео и ноет. Будет ли реакция? Реакция была и немедленная. На следующий день министр обороны Украины Умеров написал у себя в Фейсбуке и не только в Фейсбуке, что знает об этой ситуации и будет проводить проверку и будет узнавать, что именно там произошло, кто за это ответственный, кто должен понести наказание. На следующий день об этой ситуации говорил уже президент Украины Владимир Зелемский, сказав, что это ужасная трагедия, что Украина сделает все, чтобы не допустить таких историй впредь. Что это значит? Это значит, что на официальном уровне, на всю страну, в том числе всем солдатам, всем генералам, всем командирам было рассказано об этой истории. Более того, сказано, что так быть не должно и возможно, это уже за кадром, этого не знаем, был наказан или там пониженный те, кто принимал эти решения. Но это не столь важно. Важнейший элемент этого, чтобы все знали, как выглядит ошибка и как ее избегать. Ну представьте себе, что выходит Сергей Шойгу и говорит, блин, ребята, какой ужас произошел в Донецкой области, где вот этот концерт. Я, говорит, обязательно разберусь, что там произошло и накажу виноватых. А на следующий день выходит Путин. Он же любит, на самом деле, поступать в последнее время, порассказывать что-нибудь. Про 18 тысяч единиц уничтоженной украинской техники и еще что-нибудь такое. И вот выходит Путин, говорит, ребята, ужасная трагедия случилась в Донецкой области. Мы сделаем все возможное, чтобы это больше не повторилось. Да каждый солдат бы на фронте теперь знал, что не надо проводить концерты на таком удалении от ЛБС, что либо дальше, либо никак. Но этого не происходит. Об этом пишут только ЗД-каналы, а все, кто читают эти ЗД-каналы, они уже и так в курсе. Солдаты, на самом деле, эти ЗД-каналы почти не читают. Эти ЗД-каналы читают либо диванные турбопатриоты, либо мы с вами. По большому счету, как бы там не было такого, что на самом деле мы с вами считаем их даже больше, чем какие-нибудь турбопатриоты, как они себя именуют. Черт его знает. Те каналы, у которых смайлики включены, можно заметить разные тенденции. В любом случае, вот она разница подходов. Ошибки будут у всех. Я ни в коем случае не оправдываю командира 128-й бригады, которая понесла тяжелые потери просто из-за преступной халатности командира. Эти жизни не вернет ни обращения Зеленского, ни разбирательство у Мерова. Однако вероятность того, что это повторится в будущем, снижена их действиями. Вероятность того, что в будущем повторится история, которая произошла в Донецкой области, вообще не снижена. Она будет такой же, как и была. Это уже там на моей только памяти седьмой или восьмой раз, когда прилетает. При этом всем, еще же мы знаем, что Россия, в том числе Зет-каналы, особенно путинские военкоры, очень любят обо всем этом вообще молчать. Рот на замолк. Например, об одном из таких случаев я узнал, как и все остальные, только от бомбящего репортера Филатова, потому что все остальные Зет-каналы об этом не писали. Именно Филатов обратил внимание на кадры поражения вот этого российских солдат, которые занимаются тренировкой. Более того, если бы кадров поражения не было, их опубликовала украинская сторона, то мы бы вообще могли об этом не узнать. Мы вообще много о потерях России узнаем именно от украинских, собственно, этих самых, беспилотников, которые все это снимают на фото и видео. И самолеты разрушены, и, собственно, удары по российским каким-то расположениям. Довольно редкая ситуация, когда бы не было бы фото и видео, а при этом, честно, выходили бы там военкоры, например, и говорили, слушайте, вот здесь там случилось. Нет, обычно они дожидаются, пока появляется какая-нибудь фото или видео с украинской стороны, и только тогда готовы высказать свое фи. В этом и есть разница подходов, я надеюсь, что она не изменится, что Украина будет меньше допускать ошибок, делать из них выводы, и делать так, чтобы в будущем они не повторялись, а Россия продолжит делать одни и те же ошибки. Отдельно пишет Анастасия Кашуварова про происходящее, отмечая, что это вообще не первый косяк даже за эту неделю. Село Старобешево, попадание Хаймарс, погибла исполнительница и военная, я жесткий противник концертов на войне в зоне досягаемости ракет. Ну, любой меняемый человек жесткий противник этого. Я абсолютно согласна со старшей Эдой, что проведение подобных концертов полная глупость и самоубийство. Можно приехать, спеть, почитать стихи, но как-то камерно, без массовых сборищ дней наплевать на безопасность, когда тут же могут слить информацию это целенаправленное убийство своих же. Даже если не ракета прилетит, так местные ждуны могут подорвать. Отдельно, конечно, интересно, откуда в Донецкой области местные ждуны. Ну, я напомню, что российская официальная пропаганда говорит, что никаких ждунов не существует. Тех в Донецкой области точно, которые бы ждали украинские войска. А российская пропаганда и Владимир Путин лично и в том числе Анастасия Кашуварова не раз отмечали, что на самом деле в Украине это все русские люди, которые все очень ждут российские войска. Очень ждут Владимира Путина. Просто вот по какому-то неведомому стечению обстоятельств они почему-то коктейли молотова в них кидают, еду им травят и, собственно, значит, воюют с ними. Вот, поэтому откуда взялись ждуны в этой истории, да, как это все умещается между собой, это загадка, ответ на которую мы не узнаем. Впрочем, как и загадки, типа, когда пишут про ужасную гибель Пригожна, а кто его убил? Из-за каналов мы этого не узнаем. За прошедшую неделю это второй случай безалаберности и скудаумия. Первый, это когда гуманитарщики из Орла провезли в Кременную воду и прочее. Отчитывались телеги фоточками красивыми, по которым противник навел свою арту. Так и ящеры выложили видео вместо прилета и еще скорректировали украинцев, что они промахнулись на 10 метров. Феерическая тупость. Речь идет про советника губернатора Орловской области, который действительно проезжает, фоткает позиции. Говорит, вот мы водичку передали и фоткает прям позиции российских военных. Ну и по этим российским позициям естественно прилетает. И потом он действительно сделал еще фотку на следующий день. Говорит, ой, по нам прилетело. И опять фоткает, типа чтобы, не знаю для чего, чтобы украинцы видели, куда именно им надо бить. Вот, поэтому замечательный мужик. Одобряю его деятельность полностью. Но, как вы видите, обучение проходит крайне медленно. Небезызвестный Андрей Медведев пишет, что у каждого ЧП есть имя, фамилия и отчество. В данном случае, конечно, главный вопрос, кому пришло в голову организовать концерт в здании ДК с учетом того, что находится здание в 60 километрах от линии фронта. Это совсем небольшое расстояние, которое может преодолеть даже тяжелый дрон Камикадзе, не говоря уже про Хаймарс, пишет он. Ну, дроны до Москвы-Сити может преодолеть, что ж теперь в Москве концерты не проводить. А то, что у врага достаточно агентуры на новых территориях, это в принципе не секрет. Самое главное, если бы прежде не случалось подобных ударов по нашим тылам, можно было бы еще найти некие объяснения тому, что кто-то решил провести весьма заметное мероприятие. Но ведь были удары и ровно по такой же схеме и по казармам били, и по штабам. Противник обязательно воспользуется каждой нашей ошибкой. Это аксиома. Все так, а ошибок у вас будет много и противник будет им пользоваться. Но мне всегда нравится про вот это, про каждое ЧП есть имя, фамилия, отчество, потому что, еще раз напомню, в Макеевке виновными, ну, в произошедшем были признаны те, кого убили. Вот, поэтому я голову даю на отсечение, что официальное Министерство обороны ни про какие, значит, отставки или вообще про этот случай ничего говорить подробно не будет. Рыбарь отмечает, видимо, очень мудрые головы подумали и решили, что раз место концерта находится в 60 километрах от линии фронта в российской границе, то до него уж точно ничего не достанет. Как будто и не было никогда у противника дальнобойных ракет с ударами по тылам. Трагизм ситуации еще и в том, что находящиеся в ДК бойцы, скорее всего, сами-то прекрасно понимали, чем заканчиваются крупные сборы людей в зоне боевых действий. Явно применяли знания на практике на передовой, маскируя позиции, избегая скоплений с целью не попасть под удары врага. А в итоге все прежние усилия пошли прахом из-за одного глупейшего решения собраться огромной толпой в заметном месте. И ценой его, среди прочего, стала гибель девушки-актрисы, у которой, в отличие от остальных, боевого опыта не было и которая доверила жизнь, казалось бы, бывалым людям. Ну, здесь мораль для всех этих актеров, актрис и прочих, особенно для тех, кому ставят условия, что вам надо съездить на Донбасс, значит, чтобы вас снова стали снимать в фильмах, если вы выступали против войны. Вы учитываете, очевидно, если вы согласны на такую сделку с совестью, то вас уже не очень мораль интересует. Но вы учитываете, что приезжая на Донбасс, вы становитесь мишенью. Вот переходя границу, территорию с Украины, какую бы Россия не рисовала новую границу, вы становитесь мишенью. Вас могут убить, если рядом с вами солдаты, знайте, вы легитимная военная цель. Поэтому, если Рома Звери еще раз решит поехать на Донбасс, пусть держит это в голове. Ну, как минимум, видимо, не выступает в ДК. Но, как максимум, я бы рекомендовал ему воздержаться от таких поездок, если ему дорога его жизнь. Решила прокомментировать это все и Чичерина. Ну, та самая, которая давно, с 2014 года, рассказывала специфичные вещи и даже в Z-кругах считается не очень адекватной. Мероприятия в зоне военных действий должны проходить без анонсов, внезапно, очень оперативно, мобильно, быстро, по возможности малыми группами ни в коем случае не в местах для этого предназначенных таких как ДК, театр и прочее. Нельзя толпиться на открытых пространствах, парковаться в кучу, трепать всем по телефонам, где вы и зачем. Условия на этой войне таковы, что враг видит все, пользуясь западной разведкой, своими стукачами и нашей безответственностью. Риски, конечно, всегда есть, и на все воля Божия твой осколок найдет тебя в любом случае, а чужой точно не достанет. Царствие небесное, геройски погибший на своем боевом посту, РБ по линии и всем, кто ушел с ней, пишет Чичерина. Странно, что не сказала, что, честно говоря, все произошедшее это та еще жара. И напоследок, Алекс Паркер, один из сочувствующих пригожинцам, по крайней мере, до момента, пока они не передумали идти на Москву. Момент удара украинцев по концерту, который Лампасу устроили в честь дня ракетных войск, пишет он, прикладывая видео. Девушка с гитарой погибла. Как я уже не раз писал, ничего не учит, а поэтому такие инциденты будут продолжаться и далее. А что теперь, концерты не проводить в честь праздников? А зачем такая скучная жизнь вообще тогда нужна? И так у них все заключает он. По итогу мы можем выделить несколько моментов. Первое, если вы не комбатант, если вы не военный, знайте, что если рядом с вами военный, не только если вы на самом деле на Донбассе, но даже если вы в России, то вы становитесь легитимной военной целью. Учитывайте это. Не ходите в военные здания, не ходите в заводы, которые производят что-то для военки. Особенно не делайте этого в местах, которые доступны для украинских ракет. Будь то полуостров Крым, будь то Донбасс, или оккупированные Россией другие территории. Там вы легкая мишень, имейте это в виду. Второе, российская армия, слава богу, по основным своим направлениям не меняется. То есть, все вот это вот очковтирательство и прочее, оно никуда не делось. Я знаете, почему в том числе об этом рассказываю? Последнее время вышло в нескольких западных изданий какое-то количество материалов, где рассказывают, что у российской армии и снаряды получается производить, и вообще воюет, она теперь лучше все прочее. И я когда смотрю на источники этих сведений, я задаюсь вопросом, откуда они? Как правило, выясняется, что это просто слова официальных российских лиц. И для меня это какая-то феерия, потому что почему-то очень избирательные западные журналисты какие-то словам они верят, а какие-то они такие нет. Ну, это очевидно вранье. Все, что есть в российской армии, соткано из вранья. Рассказы про невероятные темпы производства ВПК чушь полная. Мы видим, что даже схранение танки достают в более медленном режиме, чем представлялось. Мы видим, что артиллерийские снаряды закупаются у Северной Кореи, а дроны закупаются у Ирана. Россия много рассказывает о своих невероятных технологических прорывах. Однако армату на поле боя мы так и не увидели и не увидим никогда, скорее всего. А современные российские корабли украшают либо дно, либо находятся уже в состоянии металлолома. Поэтому, когда вам рассказывают про какие-то невероятные успехи российского ВПК, делите это на 150 тысяч миллионов, потому что это все имеет такое же отношение к реальности, как рассказы Медведева про то, что набрали 400 тысяч добровольцев. Я не понимаю, в какой момент люди начинают забывать, что эти представители российской армии, Министерства обороны или официальные лица все время врут, без конца, рассказывают, что потерь почти нет, рассказывают, как успешно они продвигаются. При том, что мы все равно каждый день фото и видеозаписи видим с гигантским количеством российских трудов. Я не могу показывать их на ютубе и вам вообще не рекомендую смотреть. Наверняка бьет по психике и поэтому я такой. Но в любом случае та же Авдеевка постоянно, если вы чуть-чуть поднапряжетесь, вы будете видеть ворох видео и фото, как Авдеевка, ну точнее около Авдеевки фланги, по которому идет Россия, усыпана российскими трудами. Просто усыпана. И западная разведка тоже говорит про то, что гигантское количество людей там Россия потеряла. А в Бахмуте, где потери России составляли 1 к 10 по отношению к украинским, точнее 10 к 1, когда Вагнер просто, не просто мясом, а чисто реками крови брал руины этого города, где он только 20 тысяч людей потерял убитыми и 40 тысяч ранеными. Это безумие, безумные цифры. Ничего в российской армии с этой точки зрения не поменялось. Россия продолжает и мигантурмы, и собираться группами, и дезмораль у мобилизованных только растет, но об этом мы поговорим с вами в другом видео, что вообще происходит с российскими мобилизованными, которые являются костяком российской армии. Никуда это не делось и никуда это не денется. Поэтому не надо верить официальным российским лицам. Не в смысле, что Украина уже завтра победит, вообще победа близка. Нет. Победа, к сожалению, не очень близка. Во многом это связано с недостаточно быстрым и большим объемом поставляемой западом техники и с нерешительностью западных политиков, точнее западного общества, ориентируясь на которое, многие политики вынуждены тормозить свои решения, не так быстро их принимать. Или там каких-нибудь оппонентов, типа трампистов. К сожалению, победа, она не вот за углом. Но она виднеется. И нет такого, что российская армия вдруг спустя два года стала какой-то невероятно сильной и мощной. Нет. Она становится слабее с каждым днем. И она гораздо слабее, чем она была два года назад. Хоть и нет фактора внезапности против нее. И она, что самое важное, не учится на ошибках, в отличие от армии украинской. Ну а с вами был Майкл Наки и до скорых встреч. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok